На этой неделе, во вторник, официальный комьюнити-менеджер российского региона от Genshin Impact сделал сообщение во Вконтакте. Я предлагаю его обсудить. Большой всем телене привет! С вами на связи Аркадий и Толкенвейд. Сегодняшнее видео будет в формате подкаста, то есть здесь не будет никакого монтажа, вырезок и всякого подобного. Я вместе с вами буду просто бежать фармить дерево для своего домика, а побочно с вами буду обсуждать происходящее в ру-комьюнити событие, которое, в принципе, надо было бы обсудить уже давно, но так как вышло обновление, было достаточно много идей и мыслей для левидосов, и, к сожалению, просто не мог найти времени это обсудить. И вот сегодня как раз-таки я предлагаю обсудить сообщение от Алексея. Это наш комьюнити-менеджер от разработчиков, который как раз-таки недавно у нас появился. И вот как раз-таки он во вторник, в этот вторник, сделал большую публикацию в официальной группе во Вконтакте. В принципе, публикация была достаточно большая, и в ней, самое главное, было затронуто два основных вопроса. Первый вопрос – это был вопрос покупки левой валюты, черной валюты так называемой. И второй момент – это момент со сливами информации по поводу грядущих обновлений. Рассмотрим каждый пункт отдельно, потому что по каждому пункту мне есть что сказать. Не только сказать, а рассказать. Может быть, рассказать свою точку мнения по поводу всего происходящего. А начнем с банального, да, с черной валюты так называемой. Потому что был такой момент в Genshin Impact'е на самом старте, когда было засилие вот этой вот возможности покупки на левых сторонних сайтах. Валюты дешевле, чем она покупалась в официальном магазине. Соблазн был очень большой. Честно говоря, я тоже промышлял подобным действием не совсем хорошим. То есть у меня и реклама была о подобных сервисах на канале. К сожалению, да. Была такая у меня ошибка молодости, можно так сказать. Хотелось подзаработать денег. И, в принципе, это делается по той простой причине, что на некоторых проектах разработчики закрывают глаза на подобную черную валюту. Но, к сожалению, песенка играла достаточно недолго. И разработчики в один прекрасный день начали списывать все купленные подобным методом примагемы с аккаунтов и уводя игроков в минус. И, в принципе, это было достаточно ожидаемо. И поэтому все ребята, которые так или иначе воспользовались услугами данных ребят, получили минус примагемы. История, в принципе, на этом и заканчивается. И основной посыл Алексея был в том, что он призывал ни в коем случае не пользоваться подобными сервисами, потому что никогда не знаешь, на чем это может закончиться. То есть, возможно, принесет сейчас, но потом кара все равно в любом случае тебя достигнет. И в этом плане он прав. Я тоже не призываю никому купать, как-то стараться сэкономить. К сожалению, в настоящий момент как-то сэкономить на покупке примагемов нет. Поэтому, если вы хотите тратить наиболее малую сумму, но при этом получать наибольшее количество примагемов, то для вас существует батл пасс, и для вас существует благословение полу-луны. Если вы в любом случае играете постоянно в игру, то это самые наиболее дешевые варианты поддержать разработчиков и получить в отместку достаточно большую сумму примагемов и ресурсов для прокачки ваших персонажей. Да, поэтому если вдруг кто-то пострадал от моих действий, ребят, приношу свои извинения, но тут, увы и ах, к сожалению, как получилось, так получилось. Перейдем с вами ко второму вопросу. Второй вопрос был затронут по поводу сливов, обновлений, которые появляются почти моментально после выхода тестовой версии следующей. То есть, как вы знаете, разработчики у нас в данный момент стараются всячески поддерживать связь с комьюнити и постоянно набирают тестировщиков из аудитории, которые получают доступ к версии грядущей, тестируют, и чаще всего нечистые на руку тестировщики, несмотря на то, что они подписывают документы о неразглашении, сливают данные в сеть. И как раз-таки борьба с подобными сливами и ведется сейчас в данный момент. Я тоже, опять-таки, да, вот все два пункта так или иначе меня касаются. Я тоже в свое время публиковал информацию по поводу сливов, публиковалось это потому, что хотелось какого-то дополнительного контента для канала, потому что всем хочется узнать, что нас ожидает в будущем. Но, к сожалению, политика партии, политика разработчиков в том, что, к сожалению, публиковать подобную информацию нельзя. Несмотря на то, что она, возможно, получена от третьих рук. Поэтому я перестал публиковать подобную информацию и, в принципе, больше стараюсь с этим не связываться. Но возникает другой вопрос. Очень многие игроки считают то, что разработчики, если не хотят получать подобные сливы, они должны создавать свой пул тестировщиков, платить им деньги и, типа, за счет этого у них не будет подобных сливов. Открою страшную тайну, то, что нет, нифига, это все равно будет происходить. То, что вы говорите, нанять штат профессиональных тестировщиков, чтобы они за деньги все это тестировали, и тогда сливов не будет, вы просто не представляете, какой пул тестировщиков нужно иметь. Игра всеобъемлющая. И для того, чтобы покрыть штатом профессиональных разработчиков всю игру, требуется огромное количество самих тестировщиков, и все равно будут находиться моменты, когда что-то будет утекать. В принципе, ради этого и приглашаются игроки, которые с массовым своим массовой игрой могут найти больше багов и проблем, чем найдут профессиональные тестировщики. Да, возникают проблемы с тем, что непрофессиональные тестировщики любят сливать куда-нибудь информацию, которую получают налево, и даже за счет этого иногда получают деньги. Это, в принципе, достаточно плохая штука, потому что, ну, как минимум, они нарушают все соглашения, которые подписывают, заходя на подобный сервис. Плюс к тому же, разработчики могут действительно не проводить подобные действия. Возможно, да, там есть такое понятие во многих играх, как открытое бета-тестирование, открытое альфа-тестирование. Возможно, в один прекрасный момент разработчики дойдут до того, что будет именно открытое тестирование, когда будут всех открыто пускать в будущее обновление. Но вся проблема в том, что такие тестирования в основном существуют в сессионных играх. То есть, когда в игре нет какого-то прям сюжета, и игроков пускают потестировать нового героя, новую механику и всякое подобное. Проблема Геншина в том, что, хошь-не-хошь, мы очень сильно завязаны на сюжете. И пуская игроков куда-то там в будущего, в будущей версии, показывая, что у нас всех ожидает, мы в любом случае делаем, не мы делаем, а они делают большой спойлер для тех игроков, которые туда попадают. И они всячески стараются нас от этого оградить. Их в этом можно понять. Можно понять и игроков, которые хотят все знать изначально, заранее. Но, господа, есть такой момент, то есть разработчики всегда собирают обратную связь. И никто не мешает именно тебе написать предложение. Господа разработчики, а не могли бы вы публиковать информацию о грядущих баннерах и о тех, кто там будет, чуточку заранее, а не за три дня до выхода баннера? Для того, чтобы игроки могли принять решение, нужен ли этот баннер им или же не нужен. Есть прям официальный ящик, куда можно отправлять подобную информацию, подобные свои пожелания. И, если честно, я более чем уверен, то, что ни одного сообщения от русскоязычного игрока о том, то, что для того, чтобы не было интересно смотреть за сливами, просто публикуйте информацию о грядущих баннерах в общественно доступном поле, чтобы все знали, когда, что и как. Это реально решит достаточно много проблем для того, чтобы многие перестали просто желать иметь связываться с сливами. И Алексей в этом сообщении в своем просто призывал всячески рассказывать ему о том, где публикуется подобная информация, потому что есть такие люди, которые все равно продолжают сливать. Даже вот сейчас, версия 1.6, она только вышла, уже вышло очень много информации, очень много. И с нею надо бороться. Понятно то, что это звучит так, как будто бы вам предлагают козлить. Нет, никому не предлагается козлиться. Предлагается поменять свой подход к сливам. И если мы сделаем что-то хорошее в отношении разработчиков, я более чем уверен, что разработчики могут пойти навстречу Ру-региону. Как вы знаете, Ру-регион достаточно мелкий по сравнению с другими. Мы крайне не платежеспособны, потому что, ну, мы понимаем то, что, да, чтобы задонатить геншин импакт, по-хорошему, да, надо покупать максимальные паки и всякое подобное. А максимальный пак у нас стоит, ну, 10 тысяч рублей, да. А 10 тысяч рублей — это достаточно крупная сумма, которую, в принципе, не каждый себе может позволить задонатить в игру. Тем более на гачу игру. И не выбить ничего еще с этой гачи. А вот для европейцев задонатить на максимальный пак — это просто легче. И они получат от этого больше удовольствия, да. То есть меньше удара по бюджету будет и по всякому подобному. Именно поэтому, ребят, нам надо показывать всяческих разработчиков то, что мы не такой плохой регион, как можем показаться. Да, сейчас вот произвелистела недавно новость, то, что какая-то студия профессиональной озвучки, аниме, которую озвучивают. Напишите, кстати, в комментариях, что это за ребята, какие тайтлы они озвучивали. Мне будет интересно про это узнать. Вот. И они предложили разработчикам то, что давайте, типа, мы вам озвучку сделаем Геншина. С одной стороны, мне это просто смешно слышать, потому что я, так как работаю сам в геймдеве, я знаю, условно говоря, как работает геймдев, я просто знаю, сколько стоит озвучка. И я просто более чем уверен, то, что РУ-регион не окупит эту озвучку. И поэтому, если мы хотим, чтобы что-то нам делалось, давали личные промокоды на личный регион, а такое возможно. Вполне возможно, то, что если мы покажем, то, что мы действительно хороший регион, то, что мы развиваем комьюнити, то, что мы делаем что-то хорошее, делаем арты, делаем видеоконтент, и разработчики могут развернуться к нам лицом. Можно понять, то, что они готовы с нами сотрудничать только тем, то, что у нас появился комьюнити-менеджер. У нас личный комьюнити-менеджер на личном регионе, да? Это достаточно хорошая штука. Я более чем уверен, то, что нет немецкоговорящего комьюнити-менеджера, нет польскоговорящего комьюнити-менеджера, а есть русскоговорящий комьюнити-менеджер. Ребята, поймите то, что разработчики всячески к нам хотят пойти лицом, а мы, кроме того, то, что наплакали, то, что разработчики ищут бесплатную халявную силу для тестов, то, что Алексей как-то плохо со своей работой справляется, то, что разработчики на регион забили, то, что сливы нам всем нужны и вот всяким подобным в очередной раз показываем то что на нас лучше забить чем с нами работать вот и подводя небольшую черту своей короткой беседе возможно кому-то она не понравится возможно понравится поэтому тут увы и ах понравится всем абсолютно никогда невозможно давайте я скажу следующие вещи первое черная валюта в данный момент в геншине это зло пользоваться ею невозможно самая лучшая покупка которую вы можете сделать это как обычно bp и благословение полуны донатите через эту механику и все у вас будет хорошо 2 пожалуйста со сливами лучше конечно же не связываться если вы видите то что кто-то публикует сливы причем это не обязательно должно быть во вконтакте публикуется его в дискорде во вконтакте телеграме какой-то другой соц сети которая закрыта вы можете просто сделать репорт либо же через внутриигровую почту либо же написать самому алексею почту у него не почта точнее у него там указана учетка через которую с ним можно связываться напишите вам не трудно а алексею станет проще то есть этих людей которые с этим занимаются все равно рано или поздно забанят вы просто покажите тем то что у регион действительно а может работать сообща и это будет приятно всем нам ну и в самом заключении еще одно заключение да 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 такое вот надеюсь то что работа нашего комьюнити менеджера действительно отразится на нашем регионе и в наших силах показать всем то что у регион действительно хороший регион и стоит внимание разработчиков вот это в принципе все наверное что я хотел вам сказать по поводу сообщения алексея ссылочку на само сообщение на группу будет вас в описании поэтому кто еще вообще с ним не ознакомился пожалуйста ознакомьтесь и напишите в комментариях что вы думаете по поводу счастливов поддерживаете вы теперь их не поддерживаете но по поводу черной валюты я уже высказал свое мнение тут вряд ли что-то еще можно будет добавить вот в принципе на этом и все большое вам всем спасибо за то что посмотрели видео до конца если вы конечно же досмотрели буду рад видеть вас сегодня на трансляции вечерком заглядывайте мне будет приятно вас всех и лицедрек а так большое спасибо и до новых встреч пока пока а